Доброе утро! И мы продолжаем. В середине сентября в Ставрополе прошел фестиваль под названием «На высоте». Фестиваль для работающей молодежи. Была там делегация из Ульяновской области. И сегодня ребята с нами этим утром. Да, сегодня в студии у нас участники этого фестиваля Елена Емолова, Анастасия Седова и Александр Куликов. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! И первый вопрос. Что же это за фестиваль на высоте? Расскажите поподробнее, что на нем было, сколько он проходил? Фестиваль проходил пять дней для нас. То есть это с 15 по 20 сентября. Каждый из нас был по отдельному направлению шел. То есть у меня было направление, например, видео в категории короткометражный фильм. Я думаю, девочки сами уже. Угу. У вас? Да, у меня направление арт, графический дизайн. Да, а я участвовала в направлении музыкальном по категории эстрадное пение. Ну это вот такой интересный фестиваль для работающей молодежи. То есть там ребята, которые не достигли возраста, когда уже не молодежь, при этом работают, находят время на какое-то свое хобби. По специальности ли работают, либо совершенно не по специальности. Да. И вы приезжаете с чем? Там только лишь вы показываете себя. Есть какое-то обучение. Вот что в процессе, вот эти пять дней, ну можно один раз спеть, допустим, и все. Или все пять дней. Это вот что это такое за креативный момент? Может быть какие-то мастер-классы, может быть что-то еще. Ну тут, наверное, у всех по-разному в своем направлении. Да, вообще там очень насыщенная программа была, образовательная в том числе. То есть, ну не все везде успевали, наверное. Вот, потому что кто-то готовился. У меня, например, вообще все испытания три дня шли. Так, а что за испытания? Вот арт-направление? Арт-графический дизайн. Мы разрабатывали графическое оформление мероприятия. То есть у нас была тематика, тема была «Беспредел-беспредел». И мы должны были сочинить какую-то вот графическую такую картинку. Вернее, даже не просто картинку, а оформление. Это работа в команде, вы говорите? Это работа... Я имею в виду, да, я имею в виду, у каждого было задание, да, каждый работал индивидуально. Но мы, то есть, отрабатывали там до обеда где-то мы работали самостоятельно. Потом мы... Для нас проходил мастер-класс от членов жюри. И после этого мы еще отрабатывали с каждым... Вернее, с каждым участником члена жюри отрабатывали по его направлению. И потом мы уже защищали свой проект там в последний день. Вот. Но плюс были мастер-классы, я знаю, по вокальному направлению тоже. Да, да, на самом деле. Вы ездили с вокалом. Да, все верно. А в музыкальном направлении, да, тоже были мастер-классы от членов жюри непосредственно. Естественно, также были конкурсные испытания. Они тоже длились целых три дня. Но выступали мы каждый в определенный свой день, соответственно. Я выступала в последний день, крайний день, да, если можно так сказать. Вот. А в основном, да, у нас было и свободное время, кроме образовательной какой-то программы, мы еще также посещали экскурсии. То есть было, в принципе, чем заняться. А почему экскурсии, может быть, поподробнее? Потому что я понимаю, что вы именно здесь самый такой свободный участник. Да, да. Ну, то есть, получается, если у ребят была, да, определенно какая-то тематика, и непосредственно нужно было что-то придумать и исполнить конкретно на фестивале, то я ехала достаточно подготовленной, да, у меня было дело только выступить, да, и, соответственно, показать свое мастерство. Касательно экскурсии, были экскурсии в город Железноводск и в город Кисловодск, насколько я помню. Вот. Я посетила только одну, к сожалению, экскурсию в Железноводск. Вот. Мы посетили... Достаточно большая у нас делегация собралась в этот день, насколько я помню. Посетили там Зеленый квартал, посетили огромнейший парк. Вообще сказали нам, что город Железноводск – это такая экологическая очень территория. Вот. Поэтому было очень здорово и классно. С чем ездили вы? Что у вас было за задание? Вы знаете, одно, мне кажется, из самых сложных практически невозможных. То есть у меня задание было сделать короткометражный фильм. Причем нужно было придумать сценарий, нужно было найти актеров, нужно было найти локации, найти атрибутику, связать все это с темой, то есть обыгрывать как угодно тему на высоте, и еще и использовать мерч в кадре, который нам раздали. Ну, то есть вот что-то типа этих курток. И причем в первый день мы прилетели в 3 часа дня, в 5 часов вечера у нас уже нам нужно было встречаться с кураторами, где мы как раз об этом узнали. Так, подождите, но если сценарий можно родить как-то еще, да, за ночь, как это обычно бывает, то где брать актеров? Незнакомый город – это идти в бар, идти в кофейню, вот как? Ну, примерно так оно и было. Да, то есть в моей короткометражке участвовали два главных героя, они оба были в нашей делегации, это Саша Бродина и Леша Федотов, вот спасибо им огромное, тоже не согласились. Мы познакомились с ними еще, когда мы летели в Ставрополь, мы познакомились в аэропорту в Москве с ними как раз, и, собственно говоря, тогда я попросил, хоть ребята и по своим направлениям ехали, летели тоже, но я говорю, ребят, ну надо как-то что-то, то есть они там по своим направлениям, там, условно до восьми вечера, там, до девяти, а потом, ребята, вы сегодня не спите, нам сегодня надо снимать. И что у вас была за история, то есть коротко, что это вот, о чем была короткометражка? Ну, если коротко, то про уборщицу, которая, то есть про девочку, которая не поступила в университет театральный или училище с танцами, то есть посвященное танцам, и решила, так скажем, пойти по-хитрому и устроилась на работу туда уборщицей, ну и заодно пока работает, она может там где-то подслушать, где-то там что-то как-то, ну вот. А что за мерч у вас было, как вы его использовали? У меня в кадре был плакат, баннер большой с логотипом на высоте, был мерч, вот как раз-таки вот эта вот куртка была, нам такие куртки раздали всем, и как раз Леша играл там охранника на эту куртку, ну, благо делом, то есть мы жили в отеле, подошел к охраннику, друг, надо рацию, рацию надо, чтобы, ну, как-то то, что ты охранник. Вот, и грубо говоря, Леша здесь стоял в кадре с рацией в этой куртке, а охранник вот здесь вот стоял, чтобы, ну, как бы, никуда с рацией, чтобы не убежать. Это было, то есть мы закончили съемку в 2 часа ночи, предпоследний день, то есть завтра уже сдавать до 9 утра, сдать фильм нужно. А еще же монтаж впереди, озвучка. Ну, про раскадровку речи не было, все было уже прям так, ну, примерно, это какой план был до этого? Ага, средний, значит, сейчас можно общий, да, давай, было примерно вот так вот. Помещение там, допустим, по сценарию там должно было быть помещение, ну, примерно такое. Время 2 часа ночи, все везде закрыто. Ну, давай помещение будет в отеле вот здесь вот. Вот, то есть было примерно так. Но идея, вроде как, получилась передать. Здорово. А какие результаты-то, с какими результатами, ведь не просто так вы с дипломами приехали? Ну, я вот занял первое место в номинации городкометражных фильмов. Отлично. У меня третье место, лауреат 3 степени. У меня также, да, первое место. Молодцы, поздравляем, здорово. Фестиваль, 2022 год, сколько людей он объединил, работающую молодежь? Там очень большое количество. Ну, около двух с половиной тысяч, говорили, да. И точно работающие молодежи. Такой большой, получается, фестиваль. Все направления, кто судил, кто судьи? У каждого направления все свои судьи были. Ну, это какие-то известные люди, какие-то люди, от которых действительно интересно было слушать мастер-класс. Вот у каждого направления. Или это, может быть, работающие в той или иной сфере? Нет, там в каждой сфере были люди, которые уже... Очень знающие. Очень знающие, да. Очень знающие, с которым было очень интересно. И вообще было интересно, наверное, лично для меня, интереснее было услышать мнение именно вот этих членов жюри, и не получить там какое-то место, да, там, то есть не стремление вот услышать, понять, что, да, действительно, ты что-то умеешь, что-то знаешь. Вот, поэтому ценно очень. Ну, если тебя оценили, то значит, что ты умеешь, что ты знаешь. А меняться опытом удавалось с ребятами? Там действительно это конкуренция или такой добрый творческий союз всех? Вы, конечно, понимали, что вы конкуренты, или некогда было взаимодействовать друг с другом? Ну, на самом деле, наверное, скажу только за себя, да, наверное, не совсем было времени взаимодействовать с ребятами, да, то есть была и насыщенная программа, как уже сказали, образовательная, экскурсионная, да, и, соответственно, можно было много чем заняться, кроме того, да. Я, как раз, на экскурсии отказался. То есть, например, экскурсия в Железноводск, я как раз на нее записался, но мне пришлось от нее отказаться, потому что, если бы я не отказался, ну, я бы не снял ничего вообще, мне бы пришлось просто сняться. Пришлось чем-то жертвовать. Да. Да, на самом деле. Но ведь пришлось уходить с работы, отпрашиваться, говорить, дайте нам за свой счет, как таким творческим людям относятся там, на рабочих местах. Я могу сказать за себя, так как вообще моя нынешняя профессиональная деятельность, ну, так скажем, не связана... Да, не связана с творческой, да, сферой, ну, именно вот основная профильная деятельность. Ну, я могу сказать, что руководство и вообще компания меня очень сильно поддерживают в этом плане, поэтому я не сомневалась, что меня спокойно отпустят, благословят и настроят только на позитивные эмоции. Здорово. Как у вас? У меня чуть лучше было, то есть у меня... У нее направление работы. Да, у меня направление работы с этим связано. Да, я работаю кинооператором в Ульяновске на фонде, и самое, наверное, ну, одно из таких действительно чувств, которые еще больше усиливали вот эту приятность, я не знаю, как ее назвать по-другому, то есть когда только-только вышел на сцену, это бесспорно, это очень здорово, очень классно, когда особенно все поддерживали, кричали, это прям вообще здорово. И я только со сцены поднимаюсь обратно, сажусь в зал, и мне звонит директор наш Сергей Иванович Боратищев и поздравляет меня. То есть я еще не успел ни жене написать, ни маме, никому, а мне звонит сразу директор с поздравлениями. Вот, ну, это было очень бесподобно. Здорово. Как у вас? Ну, у меня, я со студентами работаю, поэтому как-то мы их постоянно самих на конкурсы готовим. Мы буквально вот в мае в Челябинск возили делегацию, руководителем делегации была на студенческую весну. По факту на высоте это студенческая весна только для работающей молодежи, ну, осень, наверное. Вот, поэтому как бы у меня, конечно, все поддерживали, и ребята, и студенты, и руководство только поддержали. Здорово. Но участвовать можно несколько раз или один? То есть есть ли в планах сгонять еще раз или все, хватит, пора остановиться? Да нет, я думаю, что можно участвовать. Несколько раз никто... До 35-летнего. Да, есть еще время дерзнуть и представить своего... Ну, посмотрим, может, там еще порог молодежи поднимут, там, до 50-ти суток. А вообще останавливаться никогда нельзя. Это точно. Спасибо вам большое за такую позитивную беседу, за такое потрясающее утро. За ваши победы, за в очередной раз прославление региона 73-го. Это действительно регион возможностей. Ну, и успехов на работе. Да. Спасибо большое. Напомним, кто сегодня у нас был в гостях. Сегодня у нас в гостях были участники фестиваля «На высоте». Елена Емолова, Анастасия Седова и Александр Куликов. Ну, а мы двигаемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова